Если у вас закончился срок годности паспорта, новый вы заказали вчера, 12 февраля, то получите документ уже нового образца. Только со стороны выглядит, что новый паспорт не поменялся. На самом же деле здесь очень много изменений. Первое можно видеть уже на обратной стороне. Здесь мы видим журавлей, и именно журавль – такой основной мотив этого паспорта. Но вообще в паспорте очень много изменений, особенно это касается безопасности. И на любую страницу, если мы ее откроем, мы видим, что здесь мало что можно увидеть. Если мы берем фонарь с ультрафиолетовым светом, то можно видеть абсолютно уже другие рисунки. Здесь, например, деревья, звездное небо, луна. Ну и в принципе так можно сделать с любой страницей. Очень-очень красивые латвийские пейзажи открываются. Под лучами ультрафиолета здесь видно все времена года. Кроме журавля в паспорте много и других птиц. Кстати, есть птицы года, которых выбирает Музей природы. Ну и все, что встречается в стране – поля, леса, реки, озера и море. Природа Латвии – дополнительная защита от подделок. Есть цветная фотография, есть черно-белая, есть фотография со всеми датами, есть на чипе фотография, есть разные элементы, которые можно видеть в разных ракурсах, если пошевелить паспорт. Можно видеть разные гравировки, разные элементы, которые меняют цвет. Многое находится внутри паспорта, что мы просто глазами увидеть не можем. Но все я, конечно, рассказать не могу. Еще одно изменение – количество страниц. Теперь их 42, а не 34. Для того, чтобы было больше места для виз и записей о детях. Ну и, конечно, изменилась цена. Изначально в планах было удвоить стоимость получения паспорта – до 60 евро. Но правительство такой план управления по делам гражданства и эмиграции не одобрило. Теперь цена документа – 34 евро. Если паспорт нужен срочно, за два рабочих дня его стоимость будет 60 евро вместо 55. Конечно, если мы смотрим на средства, всегда нужно больше. Было бы хорошо, если бы могли поднять зарплаты работникам. Но повышение пошлины на паспорт было предусмотрено главным образом для приобретения нового оборудования и информационных технологий. Оборудование, которое отслужило 8-10 лет, уже выходит из строя. И, к сожалению, для такого старого оборудования уже не производят запасные части. Сейчас мы ищем на это финансирование у Европейского Союза. Сейчас, по словам Майры Розе, паспорт отдают по себестоимости. Вот ID-карту даже ниже себестоимости – 15 евро. Это в Латвии, кстати, обязательный документ, в отличие от паспорта. Станет ли ID-карта дороже – пока не ясно. Что важно – менять паспорт на новый, если срок годности старого еще не истекает, не нужно. Документ старого образца будет в обороте еще 10 лет. Возможно, что за это время паспорта изменится опять. Уровень безопасности должен идти в ногу со временем. Евгения Копылова, Адгар Спаликевич, Русалоса.